Туда, да, смотреть надо? Ну, Евгений Наумович уже говорил о гетерогенности. Гетерогенность рака лёгкого, она известна, и не мелкоклеточного, и мелкоклеточного рака лёгкого. Но в сегодняшний день эта гетерогенность в первую очередь, она определяет не диагностику самого заболевания, а всё-таки возможности определения лекарственной терапии у той или другой категории пациентов. И на сегодняшний день я просто так, у меня, конечно, иммунотерапия, но я такими крупными мазками хочу вот за 23-й год, вот для меня, человека, который какую-то литературу читает в течение года, небольшую, но немного, да, если крупными мазками. Ну вот на последнем конгрессе по раку лёгкого опубликован проект обновления ТНМ для 9-го издания. Это будет достаточно изменены некоторые стадии заболевания, и для нас будет очень сложно понимать результаты, например, одевантного или неодевантного лечения. Потому что начинались исследования при 8-й классификации, а уже потом будут продолжаться смотреть при 9-й, и начнётся подтасовка этих данных. И так или не так будет для рака лёгкого, на самом деле, будет очень сложно, но уже грядёт новая классификация. При раке лёгкого невероятно идёт семимильными шагами изучение конъюгатов, огромное количество исследований. Я чуть позже покажу в рамках и иммунотерапии, как раз использование не базовых наших цитостатических препаратов в комбинации с чекпоинт-ингибиторами, а именно изучение конъюгатов, когда находится какая-то мишень, и к этой мишене подводится цитостатик. Но технику и принцип конъюгатов наверняка все, кто здесь сидят в этом зале, знают. Изучение таргетных препаратов. Например, в этом году подтверждена целесообразность проведения трёхлетнего одевантного использования семимильника. Я думаю, что Фёдор Владимирович будет об этом говорить. Преодоление. Есть новый препарат, который у нас пока не зарегистрирован, но преодоление резистентности к семимильнинбам. Лазерлитиниб. Ну, то есть, очень много по таргетной терапии. На самом деле, я, наверное, с Евгением Ивановичем соглашусь, что сейчас для нас рак лёгкого – это такой веер. Если мы его раскрываем, то мы должны знать, какого цвета вот эти вот полосочки в этом веере. Потому что для рака лёгкого достаточно можно много что подобрать с точки зрения его индивидуальности, его особенностей молекулярно-генетической пато-морфологической картины. Ну, естественно, из этого вытекающий клинический, то есть биотип опухоли. Основные тренды в 2023 году по иммунотерапии немелкоклеточного рака лёгкого – это вот как раз те самые поиски предикторов эффекта на иммунотерапию. И как раз вот в этом ракурсе сейчас очень много было работ в этом году, когда рассматривали не просто ПДЛ, да, ПДЛ, например, индекс массы тела, ПДЛ и, например, воспалительные заболевания, Т-инфильтрация в окружающих тканях. То есть сейчас пытается, вот так как Гульфейн Дхатова задала вопрос, как при раке, например, молочной железы ХЕР-2 экспрессии – это плохой прогноз. А для колоректального рака ещё это дикий тип, так у них очень хороший прогноз. Вот сейчас при раке лёгкого, особенно при использовании иммунотерапии, потому что у нас недостаточно предиктивных факторов и прогностических факторов для того, чтобы определить вообще эффективность иммунотерапии, и способность её что-либо сделать в организме человека, нам нужна какая-то совокупность данных для того, чтобы делать какие-то выводы. Водвижение иммунотерапии, конечно, в ранней стадии, наверное, этот год больше всего ознаменовался для ранних стадий, чем для палеотивной терапии. Какие схемы самое главное назначать после иммунотерапии использование препаратов контрольных точек? Ну хорошо, мы сделали, возможно, 70% больных прогрессирует. Есть ли жизнь после иммунотерапии для этой категории пациентов? Огромное количество исследований, не все они были положительными, но на самом деле идёт очень большой поиск и очень много исследований именно на преодоление резистентности к иммунотерапии. Ну и, конечно же, это использование и исследование новых каких-то молекул. Как мы определяем место иммунотерапии в алгоритме лечения? Мы сразу отсепаровываем все драйверные мутации, понятно, что и вот без этих драйверных мутаций мы дальше смотрим значение ПДЛ в иммунных клетках или в опухолевых клетках и в зависимости от этого определяем назначение иммунотерапии. Ну, рак лёгкого, наверное, представлен всеми тремя иммунными фенотипами. Мы знаем, что сейчас есть иммуноинфильтрированные или воспалительные фенотипы, или, говорят, горячая опухоль. Их всего, посмотрите, красненькие такие кружочки не так много. Это опухоли, которые будут точно чувствительны к иммунотерапии. Ну, по крайней мере, с большой вероятностью. Иммуновотесняющие. Когда есть иммуноклетки в строме, но, к сожалению, они не пенетрируют опухоль. Нужно подтолкнуть, нужно этот барьер нарушить. И поэтому очень активна комбинация, например, иммунотерапии с таргетной терапией, иммунотерапии с химиотерапией. Ну, и третье – это вообще иммунопустынный фенотип. Отсутствует вообще какая-либо инфильтрация иммунными клетками. Там вряд ли мы вообще получим эффект на иммунотерапии. Вот такой взгляд, так скажем, фундаментальных онкологов на проблему немелкоклеточного рака лёгкого, на его гетерогенность, на то, что каким образом. Но, к сожалению, определить очень сложно, какой фенотип перед нами сидит, пациент несёт какой фенотип опухоли. И всё очень относительно, поэтому поиск предиктивных маркёров даже в сочетании с клиническими данными, с клиническими характеристиками больного на сегодняшний день является очень ценным. Парадигма использования ингибиторов контрольных точек при метастатическом, например, немелкоклеточном раке лёгкого, если это гиперэкспрессор больше 50%, это моно-иммунотерапия. Если же от 1 до 49% это комбинация всегда в зависимости от аденокарцинома плоскоклеточного или не плоскоклеточного сочетания с химиотерапией. И, кроме того, больные, которые имеют возможность получить эффект от комбинации между иммунопрепаратами. У нас есть пока сейчас в практике два представителя, это неволумабс и пилимумаб, но в исследованиях достаточно есть субстанции, которые сейчас и уже препараты, которые зарегистрированы в некоторых странах для этой ситуации. Если смотреть резиктабельный немелкоклеточный рак лёгкого, ну, есть исследование одевантного лечения. Это два исследования импрув, которые... Одевантное лечение, по сути, результаты его сообщаются каждый год, потому что исследование идёт долго. За этими больными минимум следят 5 лет, а то 10 лет. Потому что по одевантному лечению не ответить сразу. Это не неодевантная всё-таки терапия, это нужно проследить за больными за безрецидивным периодом. Атезализумаб в одевантной терапии немелкоклеточного рака лёгкого, вы видите, есть небольшое преимущество от использования. Ну, оно значимое, но для меня они расходятся кривые, как я бы хотела. Но, в принципе, использование атезализумаба после одевантной химиотерапии довольно сейчас, на сегодняшний день, результаты показали, может использоваться для пациентов, особенно с гиперэкспрессией. Второе исследование – это пембролизумаб в одинатной терапии. Это исследование Кейнот-091. Результаты подтверждают пользу пембролизумаба для пациентов, которые полностью резицированы, которым проведена одевантная химиотерапия, и независимо от экспрессии педель назначен пембролизумаб. Эти больные выигрывают, если бы этим больным не назначили бы пембролизумаб в одевантной терапии. Конечно, на сегодняшний день идет огромное количество, и в этом году сообщалось и на ЭСМО, и на АСКО большое количество исследований, и с дурволумабом, и также с пембролизумабом, сатезализумабом в одевантном лечении. На самом деле это очень перспективно для больных раком легкого, тем более в тех странах, которые выявляют ранние стадии заболевания. Интересный подход, и, наверное, очень перспективный, это использование переоперационной, то есть неодевантной и одевантной терапии. И здесь, наверное, знаковое исследование. Первое исследование, которое сообщалось в этом году, давали его уже данные более отдаленные, это Чекмейт-816, это исследование с дурволумабом, исследование Кейнот-671. Первое. Три цикла комбинации неволумаба и платинного дуплета в исследовании Чекмейт-816 в неодеванте дает возможность увеличить показатели безрецидивной выживаемости и увеличить частоту полных патоморфологических исследований. То есть три цикла комбинации. Вообще, рак легкого, вот, например, у нас в центре, у нас очень сложно было перебарывать хирургов, которые с нами вместе пытались, да, потому что если больной резиктабельный, его сразу брали на операцию. Сейчас все больше и больше, да, мы назначаем все-таки наодевантную терапию, мы даже делали анализ у себя, и было показано, что в течение, там, с 15 по 18 год больные не получали наодевант, они все получали наодевант, потому что их брали хирурги, оперировали, а потом отстать и уже назначали лечение. Сейчас немножко переходит перекос, потому что хирурги, тракальные, они тоже видят эффект иммунотерапии, иммунохимиотерапии и отдают этих больных. Как оказалось, что оперировать их не так сложно после иммунотерапии, потому что все боялись, что там будут какие-то фиброзы инфильтративные и так далее. На самом деле оказалось все так же, как если бы не было иммунотерапии, и, в общем-то, сейчас хирурги идут на это. Три введения неволумабов на иодеванте на сегодняшний день показывают эффективность и преимущество. Четыре цикла дроволумабов на иодевантной терапии резектабельного немелкоклеточного рака легкого. Исследование показало, что, в общем-то, в результатах исследования тоже больные выиграют. Причем, посмотрите, в подгрупповом анализе все, независимо от того, какие больные были, включены. Это, естественно, больные были не лечены, больным которым предполагалась резекция. Посмотрите, частота полных ответов увеличилась с 4% по сравнению с контрольной группой до 17%. А это, в общем, является достаточно высокой возможностью для пациента прожить более 5 лет. Четыре цикла комбинации пембролизумаба исследования КИНОД-671. И НАСКО было доложено в платиновом дуплете. В этом исследовании показало, во-первых, высокую частоту объективного ответа и морфологического регресса. Это первое. Четыре цикла всего. Кроме того, помимо частоты улучшения частоты полных клинических регрессов, улучшилась выживаемость без рецидива. То есть безрецидивная выживаемость, независимо от экспрессии ПДЛ, статуса курения и наличия мутации GFR. То есть если вы, независимо от того, даже не знаете, есть GFR или нет, вы предпримите неодиван, то вы получите улучшение, по крайней мере, безрецидивной выживаемости. Но улучшение общей выживаемости пока не получено. Они незначимы. Но это первый промежуточный анализ, который был сообщен в этом году. Поэтому я думаю, что это исследование будет ежегодно сообщаться, его данные, потому что идет наблюдение за этими больными. Я думаю, что через года три-четыре мы получим четкие уже понимания, расходятся кривые или не расходятся. Ну, очень интересное исследование. Вот посмотрите, вот здесь разошлись кривые. Прям круто. Но этот препарат у нас не зарегистрирован. Препарат Ториполимап тоже с химиотерапией. Вот здесь надежда в исследовании неоточек. В этом году его как раз данные, результаты этого исследования как раз сообщались. Говорят о том, что, в общем-то, у нас есть какие-то надежды получить достаточно серьезные показатели без событийной выживаемости больные, которые получают ингибиторы контрольных точек в неодивантной терапии. Вот если взять все четыре исследования, то по большому счету, наверное, мы идем, ну то есть все, да, в мире мы идем правильным путем. Мы пытаемся выявить раньше опухоль и назначить контрольные, иммунные контрольные точки в неодиванте или в одиванте. Потому что все исследования, о которых я говорила в этом году, такие знаковые сообщались, везде есть преимущества. Поэтому, наверное, рассматривать с точки зрения, у нас сейчас есть консилиумы в рамках 116 приказа. И мы, как клинические онкологи, можем таких пациентов при правильном обследовании брать на неодивантную терапию и давать возможности получать больным вот такие эффекты. Соответственно, на сегодняшний день очень много исследований, которые продолжаются, переоперационного использования ингибиторных контрольных точек. Но вопросы, на которых пока нет ответа. Какие группы пациентов необходимо начинать лечить с неодивантного этапа? Пока максимальное преимущество это для третьей стадии. Для третьей А. Почему-то для второй минимальное. Поэтому, вот, наверное, третья А, но сейчас поменяется, если в 25-м году у нас классификация, то вообще там будет достаточно сложно. Как оптимально формировать тактику в зависимости от глубины выраженности патоморфологического ответа? Есть больные, у которых полный патоморфологический ответ. И опухоль не определяется. Надо оперировать, надо делать пульмоноктомию или наблюдать. Например, как при раке прямой кишки, да, мы, как мы говорим, ждем и смотрим. Нуждаются ли больные с полным регрессом в продолжении одивантного этапа? Неизвестно. Препараты дорогостоящие. Доступность их у нас есть в стране, но она все равно не безмерна. Они получают достаточно длительно. В исследованиях по полтора-два года. Поэтому это тоже важный вопрос. И на сегодняшний день пока ответа нет. При метастатическом немелкоклеточном раке легкого эйфория немножко у нас ушла. Поэтому в этом году не так много было исследований, вот с точки зрения прямо такого исследования с ингибиторами контрольных точек. Но, в общем-то, на сегодняшний день уже вот это европейское на 24-й год гайдлайнс для больных, которые стандарты, которые они уже определили в рамках исследований. И, в общем-то, мы по ним и живем, и они у нас тоже точно так же есть. Но вот, наверное, самый основной вопрос, который решался на всех конгрессах, ЭС, МАСКО, и вот какой был сейчас Всемирный конгресс в Сингапуре для больных раком легкого, это, конечно, последовательность. Это что делать после иммунотерапии? Какова последовательность после того, когда мы пролечили, например, пембролизумабом? Некоторые исследования проводятся именно в этом вот таком ракурсе. Предположим, больной получал пембролизумаб, а потом во второй линии получает, переходит на химиотерапию. Или переходит, остается пембролизумаба, добавляется химиотерапия. Возможен ли такой вариант или нет? Или меняется, наоборот, химиотептический агент, остается, да, иммунопрепараты. Исследования интересные комбинации иммунотерапии, например, с таргетной терапией, и не только моноклональными антителами, а ингибиторами тирозинкиназными, да, например, кабазотенибом, исследования против доцитоксела. Это международное исследование, очень рано они сделали средств, исследование оказалось отрицательным абсолютно. Да, и, в общем-то, ну, нужно понимать, что исследование только началось в 22-м году, они уже в 23-м году через 10 минут сняли средства, и у них, в общем, получились не очень хорошие результаты, особенно при общей выживаемости. Но я думаю, что там даже набор еще, кажется, не закончен в это исследование. И я думаю, что мы результаты получим в 24-м году более зрелые. Хотя, в общем, такая есть, как бы, да, такая тенденция. И вот если посмотреть негативные исследования, которые в этом году сообщались при использовании ингибиторов контрольных точек, например, в качестве второй линии, вы видите, сколько у нас отрицательных исследований. Это вот кабазотениб с отезолизумабом, потом, ну, я не стала это исследование представлять, это исследование с отезолизумабом, который у нас не зарегистрирован. Ленвотениб с пембролизумабом при раке легкого, они оказались отрицательными пока на сегодняшний день. Но я тоже думаю, что компании хотят быстрее снять срезы, дать результаты. И, может быть, где-то нужно просто еще довести до ума исследования. Очень много ингибиторов контрольных точек сейчас комбинацией их происходит, как я уже говорила, с коньюгатами. И вот допотомит, друг стекан, при немелкоклеточном раке легкого, посмотрите, сколько идет исследований. И на самом деле, как ни посмотришь, какой-либо коньюгат, который используется сейчас при немелкоклеточном раке легкого, это и ТОП-2, это и ХЕР-2, и ХЕР-3. И все это комбинация с иммунотерапией. С пембролизумабом, с отезолизумабом, ну, естественно, используют с дырволумабом, используют и в монорежиме. Исследование с отезолизумаба, я надеюсь, что этот препарат, наверное, будет у нас регистрирован когда-нибудь, потому что препарат показал эффективность, как коньюгат при раке молочной железы ТОП-2, это для трижды негативного рака молочной железы. Но точно так же он показал эффективность и при раке, немелкоклеточном раке легкого. И вот его комбинации с пембролизумабом, его комбинации дают возможность увеличить показатели, по крайней мере, времени до прогрессирования. Ну вот, наверное, кратко за 15 минут, что можно сказать по иммунотерапии, наверное, тут каждый раздел можно говорить очень долго. И я хотела бы задать вопрос нашей команде большой, да? В чем перспективы решения противообухлевой терапии немелкоклеточного рака легкого? И у меня есть несколько вариантов. А. В подборе терапии с помощью НЖС. В разработке новых комбинаций. В понимании механизмов канцерогенеза резистентности. Или что-то другое. Я знаю, что у вас есть карточка, и вы можете голосовать. Ну что вы задумались? Вы же все знаете. Ваше мнение. Я никого поднимать не буду. У вас есть карточки? Ой, ну А, Б, С, Д. Значит, да? У нас 4 карточки, мне Татьяна Юрьевна сказала. Вот есть Д. Я только спрашиваю другое. А, С, С, С. Ну видите, в понимании механизмов канцерогенеза. Круто. А вот что другое? А мне кажется, что действительно все вот эти три предыдущие ответа... А какой-то есть здесь ответ, который вам, ну, как бы, может быть совсем другое? Понятно, что... Нет, не совсем другое. Он здесь С именно объединяет полностью все... То есть вы считаете, как бы, вы подняли Д, потому что вы согласны со всем, да? Потому что есть проблемы и в понимании, и какие новые комбинации у нас будут в понимании механизмов канцерогенеза, потому что без этого никак не понять, что и как лечить. Угу. Ну вот у меня какой-то другой ответ, а я как раз выбрала другое. Мой ответ С или Д. А теперь получается Д. Курение вредит вашему здоровью. Поэтому я всем желаю здоровья. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, есть ли вопросы к Рашлево-Хидне? И кто не задает, а я задам. Можно Рашлево-Хидне? Два вопроса. Первый вопрос в том, вот вы сказали, ну, как бы, мы все говорим вот в этом году и в прошлом, и, по-моему, в позапрошлом, хотя я могу ошибаться, про то, что иммунотерапия так изменила ландшафт в переоперационном лечении, вообще, что это чудо, и действительно показываем про полные патоморфологические регрессы, которые в 10 раз, число которых в 10 раз увеличилось. Но вот даже если посмотреть на те слайды, которые вы показывали, то, а, да, а до этого было полный швах. То есть мы использовали неодевантную химиотерапию в одном случае, когда было Н2, солитарное поражение лимфатических узлов, причем не балки, и только вот в этом случае мы использовали химиотерапию. То есть это было полный ноль, и до этого мы лечили плохо, появилась иммунотерапия, мы используем всем, и стало лучше. Если посмотреть на кривые, то получается, что увеличение одногодичной безрецидивной выживаемости во многих исследованиях, причем 10%, да, вот было раньше очень плохо, когда 63%, а стало очень хорошо 72%. Двухлетней выживаемости, там, по-моему, на 9%, было там очень плохо, в районе, там, что-то 50%, а стало, там, сейчас 55% или 56%. И, ну вот, как вы думаете, вот действительно ли так стало настолько лучше, или мы просто, вот как вот вы правильно сказали, как мне кажется, очень обратили внимание на то, что мы раньше находились в какой-то эйфории в отношении иммунотерапии в целом при метастатической ситуации. Вот как вы думаете? Ну, у нас эйфория, конечно, появилась при метастатических стадиях, но сейчас-то мы понимаем прекрасно, что это 25% больных, которые в неодеванте. Ну, во-первых, я считаю, вы имеете в виду, что мало было, когда был швах, когда была химиотерапия? Ну, слушайте, когда начали адювант, а потом перешли на неодевант, мы перешли с седьмой на восьмую. Посмотрите, там вообще не понять было, при каких ситуациях. Самое главное было все-таки, что при первой и второй стадии меньше была химиотерапия эффективнее, чем, например, там при третьей А. Но все равно, она на самом деле там были ровные, по сути, кривые, они друг на друга накладывались. И вот появилась иммунотерапия. Ну, наверное, она туда вложила свой вклад. Понятно? Хорошо, 9%. Но, Федор Владимирович, 9% это, в общем-то, в отдаленных же наблюдений, в отдаленном результате. Пусть даже останется 10%. Мне кажется, это процент хороший для этой опухоли. Я вообще, честно говоря, ну, вы не помните, вы тогда в первый класс ходили, а я могу сказать, что, выезжая на международные конгрессы, везде было написано, лечить или не лечить вообще метастатический немелококлеточный рак легкого. Хирургическое лечение было основное. К сожалению, это хирургическое лечение не всегда было возможно сделать, потому что больные, естественно, коморбидны. И здесь вообще использовать химию иммунотерапии даже 4 введения пембролизумаба в неодюванте не всегда бывает возможным для этих пациентов. Поэтому это какие-то отобранные пациенты в рамках исследований. Нам нужно накапливать свой опыт, как мы сейчас делаем. Мы, по сути, сейчас по каждой локализации, по каждому какому-то, да, новой комбинации, мы пытаемся создать в России какой-то такой консенсус со всеми клиниками и смотреть, как мы в практике это используем. Но я думаю, что даже в рафинированной группе 10-12, там 9 процентов, но это все равно процент. Чем вы недовольны? Федор Владимирович, чем вы недовольны? То есть эйфория у нас все-таки остается в отношении метастатического проходит? У меня да. Я считаю вообще, что иммунотерапия для рака легкого, есть пациенты, которые отвечают, но немного. Но слушайте, мы сейчас каждому назначаем, кому показано в рамках рекомендации для рака легкого. Но я могу сказать, нет, никакой такой, знаете, это не панацея, как оказалось. Это всего 20-15 даже процентов в практике, которые отвечают. И иногда бывают они гиперэкспрессоры, они не отвечают вообще. Именно об этом я и говорю. Поэтому, а здесь мы можем посмотреть. Он резиктабелен, мы провели на диван, прооперировали, посмотрели морфологию. Евгению Аумовичу отправили, все посмотрели. И мы можем планировать и как-то прогнозировать, как этот больной. Мне кажется, вот эта тактика, она правильнее и она с точки зрения экономики дешевле. Но если даже вот это не брать, а брать вот только научно-клиническую составляющую, мне кажется, что место иммунотерапии надо искать в неодиванте, а в палиативной, наверное, эти 20 процентов, надо искать какие-то предиктивные факторы. Все-таки надо понимать, кому мы назначаем. Потому что вот, например, в Сингапуре сейчас очень интересное было исследование, когда посмотрели, там они индекс массы тела, посмотрели и опухолевую массу. Размеры опухолевой массы, соотношение педель, то есть сококупности. Может быть, нам какой-то портрет нарисовать больных, как, например, при раке почки. У нас такой прогноз, такой, такой метастатический. Мы смотрим возможности использования. Может быть, и здесь как-то может быть вот эти накопленные знания, они приведут к тому, что мы как-то будем их компоновать, и они будут у нас как-то сформированы в какие-то группы. Конечно, никакой эйфории нет, но само то, что я вижу иногда, что полный регресс, и больного прооперировали, и там не находят опухоли, ну, например, даже немелкоклеточный рак легкого, рак эндометрия, при этом ты видишь опухоль на компьютерной томографии, оперируют, а там нет клеток, ну, конечно, у меня эйфория, реально. Пусть это будет один из 20 больных, но эйфории по поводу этого больного, я считаю, клинический онколог может испытывать. Да, есть, конечно, и огорчение. Да, ну вот, действительно, Аршал Ахин сейчас очень правильный, как бы такой важный акцент для врачей, для клинических онкологов, для специалистов по лекарственной терапии, высказал, потому что нам всегда хочется вылечить, хочется вылечить пациента, спасти его, и неводивантное лечение – это для нас шанс. Но есть и другая проблема. Почему неводивантное лечение, когда была химиотерапия, не так активно использовалось при немелкоклеточном раке легкого? Связано это было с тем, что, конечно, у доли пациентов было прогрессирование. И, к сожалению, вот если взять исследование Чекмейд 77Т, то там прогрессирование, то есть не дошли до хирургического лечения 26% пациентов. Круппирование. 26. Ну, третий, да. То есть это очень пока много. Правильно, это более эффективные опции доходят. Да, но и прогрессирование возникло. Ну, большинство, не у всех участников, там токсичные. Ну вот, Раслава Кинова, вот следующий вопрос. Вот, во-первых, мы знаем, что клинические рекомендации, да, уже про полиатив речь, они могут нам позволить лечить и так, и сяк. Из этого можно сделать вывод о том, что мы можем всех лечить очень дорого и суперсредствами. А можно сделать второй вывод о том, что мы сами, ну, не мы сами, а вы, например, как руководитель химиотерапевтической службы крупного учреждения, вправе выбрать для себя, как вы считаете возможным в рамках вот тех возможностей, которые есть, лечить пациентов, учитывая те рекомендации, какие. А вот можете, пожалуйста, кратко сформулировать какие-то принципы, которыми вы руководствуетесь, когда назначаете или не назначаете иммунотерапию пациенту с немелкоклеточным раком легкого? Мы руководствуемся в первую очередь рекомендациями. Да-да, но они говорят... Ну, они говорят, например, да, что нужно можно и то, и другое, и третье. Конечно, мы исходим из того, что мы смотрим, естественно, в какие-то предиктивные факторы, которые на сегодняшний день не стопроцентны, но все-таки мы на это обращаем внимание. Мы обращаем на общее состояние больного и их подразделяем. Кто пойдет на иммунохимиотерапию, кто пойдет на химиотерапию. Конечно же, ну, в этом году я могу сказать, что в нашем учреждении 90% больных получали в рамках административных проблем нехватки препарата не было. И больные раком легкого получали так, как надо получать. И нам не приходилось выбирать. Но 10, наверное, может быть, даже надо посчитать, 15% которых мы придирались. Ну, там, тереидит есть, пожилой возраст, еще что-нибудь там. Ну, больной не нравится, глаза у него не голубые. Ну, вот примерно вот так, да. Но в целом, да, кроме того, смотрели однозначно на рекомендации. Я не знаю, как по-другому. У нас же нет, мы же не исследование делали. Если делаем исследование, так исследование делается. Я вот, честно, вопрос не поняла. Как делать? Например, мы знаем, что в рамках рекомендации мы можем назначить пациенту с высоким уровнем экспрессии эпидемии. В рамках первой линии. Можем назначить моноиммунотерапию. Можем назначить комбинацию химиоиммунотерапии. А можем назначить комбинацию цитостатических препаратов без иммунотерапии. И все три опции будут правильные. Совершенно верно. Надо накапливать опыт. Я вам про это и говорю. Вот, например, Даниил Львович, он говорит, я гиперэкспрессору назначу всегда монорежим. Вот он, например, за это. Он считает только монорежим. А я, например, так не считаю. Ну, давайте наш материал, да, и материал, например, 62-й больницы, и, например, к НПЦ, да, им не напалкиваю, мы, а вы считаете по-другому. Ну, например, да, вы набираете большую. Хотя у вас есть... У вас лично решается вопрос терапии? Нет, у нас консилиумы. А, все понятно. У нас консилиумы, и на консилиумах это решается. Но на самом деле в наших рекомендациях, не только при раке легкого, у нас при очень многих опухолях есть альтернативные схемы. То есть есть, ну, условно для нас, да, там, я называю это основная, да, а есть много альтернативных. И учреждения, в зависимости, это определенная с одной стороны лазейка, но с другой стороны имеет место наличие этой схемы тоже. И поэтому учреждения, или там консилиум, ну, условно, ну, нет пембролизумаба, сатазолизумаба, может быть такое. Выберут альтернативную схему. Но если убрать этот параметр, потому что он должен быть убран, на самом деле, это в наших силах. А вот уже дальше тут, ну, слушайте, вот почему, например, у нас север города назначает для брав положительной меланомы виморфинип, а юг города доброфинип? Вообще непонятно. Наши считают, что виморфинип... Нет, север города не назначает виморфинип. Виморфинип, ну, я, например, говорю, да что виморфинип токсичный почему-то они считают препарат. А север города говорят, да нет, нормально, у нас все хорошо переносит. Есть, но у нас есть и тот, и та возможность. CDK 4.6, пожалуйста. Три. Все есть. Какой вы выбираете? Отлично. Коллеги, здесь, когда мы еще не начали это мероприятие, мне сказали, что здесь есть представители многих регионов. Да, я вижу, здесь Петрозаводск есть, здесь Архангельск есть. Давайте мы проведем голосование вот просто карточкой. Карточкой. То есть надо будет просто поднять карточку. Вот скажите, у кого из нас нет возможности поступать так, как могут поступать детонцерия? То есть назначать... В рамках рекомендаций. В рамках рекомендаций назначать всем, как положено, иммунотерапию. Вот по верхней границе. Не какие-то исследования. Карточка А. Это карточка А. Карточка А. Может. Дальше. А что у нас второй? 50% можем. 50% можем. Б. У вас тоже было А? У вас... Ну, то есть и так, и так. И так, и как? Ну, вот и А, и С. А это не могут, а С это могут? Нет, А наоборот могут. Могут, а С... Ну, например, полгода могут, а С не могут. Это 50. 70. Я не учила 75. 70%, извините. То есть 70% могут. Здесь могут 100%. Мы можем. То есть 3 учреждения, ну вот на 7 раз. То есть 70% пациентов с опхолемелевского в нашей стране получают... Но 3 учреждения, это не вся страна. Нет. Почему 3-то? Одно, одно, второе, третье, четвертое, пятое. А вы не подняли вообще ничего. Что-что? Я не видела, чтобы вы подняли что-то. Я? Да. Мы не можем, конечно. Но мы 50% можем. Мы 50%. То есть, в принципе, по большому счету, нет, у нас 58 субъектов Российской Федерации. И у нас есть субъекты, в которых нет региональной льготы. И им невозможно купить иммунотерапию. Они таблетированные препараты не могут купить. Поэтому на самом деле нет, конечно, Федор Владимирович, естественно, нет. Но вот, например, в этом году у нас хорошая ситуация произошла. Потому что мы посчитали, у нас очень много забрали ЦАОПы вот такую базовую терапию. Мы сэкономили на потребности здесь и увеличили потребность здесь. Вот на сегодняшний день у нас сегодня, какое у нас число? Конец года. Взяв, подхватив больных с других ЦАОПов, у нас все препараты есть. У нас нет ни одного препарата, которого нет. Есть все. И Катсила, и Атезолизумаб, и Адогумаб. Но никакие сомнения в том, что опыт и навык, и вот те замечательные примеры планирования, о которых вы говорите, они есть в нашей стране. Они, к сожалению, редки. Да, но для этого... И мне хотелось сказать, что все равно принципиально важно и наша страна, вот, к сожалению, наверное, отчасти, потому что мы, как бы, исповедуем вот позицию, ту, которую вы транслируете, о том, что, как бы, все нормально, ребята, у нас все есть. К нам все ЦАОПы направили, мы всех полечили. Мне кажется, что давным-давно мы должны были взглянуть правде в глаза и понять, что даже пациентам с раком легкого не нужно всем проводить иммунотерапию. Совершенно верно. Абсолютно. И пока, вот, до настоящего момента, вплоть до вот сегодняшнего встречания, мы находимся на этапе, что мы в соответствии с рекомендациями НССН, которые, кстати, не везде в Америке соблюдаются, мы говорим, ну, мы должны делать всем пациентам. А еще мы теперь должны в неодеванте, а еще мы третий пациентов должны давать в одеванте. И у нас на всех, не волнуйтесь, всего хватит. На 100%, кому-то на 70%, кто чуть похуже. Понимаете, понятно, что мы говорим тем, кому, ну, возможно провести. На самом деле, ни одна страна мира не выдержит этой нагрузки. Ну, например, смотрите, у нас в рекомендациях катсила до прогрессирования. Иммунотерапия определена двумя годами, а катсила до прогрессирования. У нас есть больные, которые по 5-6 лет получают катсилу. Если у нас появится еще такое количество больных, сейчас у нас подходит для рукстакан и так далее. Понятно, что бюджет, но, есть новая опция, которая уже не новая, да, для рака легкого. Эта опция дала возможность шагнуть вперед, помимо там ингибиторов тирозинкинас, например, для драйверных мутаций, и не использовать ее по возможности в 70%, я считаю, что это неправильно. и надо стремиться к тому, чтобы использовать. Надо стремиться к этому, надо считать. Нет, ну, если есть бюджет, если бюджета нет, тогда, конечно, Прошу прощения, мы вообще выбиваемся из графика. Да, это можно спорить очень долго. Давайте. Спасибо. Спасибо. Спасибо.